Лето уже совсем близко. Но многим школьникам не до планирования каникул. В этом году им предстоит сдавать ЕГЭ. Выпускники, конечно, волнуются. Разведать ситуацию и увидеть своими глазами, что ждет их детей, отправились родители. Сделать это можно было на акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителей». Как все прошло, расскажем в нашем сюжете. В случае нарушения порядка проведения ЕГЭ вы будете удалены с экзамена. 27 марта в Новом Уренгое уже в пятый раз прошла акция «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями». Традиционно в ней участвуют не только родители выпускников, но и представители администрации. Акция ЕГЭ с родителями стала уже традицией. Каждый год принимаю участие в этой акции, потому что очень заинтересован в том, чтобы снять некий стресс и открыто продемонстрировать, как проводится единый государственный экзамен в наших школах, в муниципалитетах. Вижу, что отзыв родителей достаточно хорош. Каждый год ЕГЭ для родителей проводится по разным предметам. В этом году проверить свои знания можно по русскому языку. Это возвращение в юность. В каком-то смысле ощущаешь себя школьником, или, может быть, студентом. Есть волнение небольшое. Я помню, что «жейши» пишется с буквой «и», а не с глаголом отдельно. Но что там нас дальше ждет, я пока сказать не могу. Но скоро узнаем. Скоро узнаем. Не только предметы самого экзамена меняются каждый год, но и площадка, на которой проводится акция. В этом году экзамен для родителей проходил в средней школе номер 11. У нас около 40 родителей. Четыре кабинета в нашей школе задействованы. Наша школа принимает участие в данной всероссийской акции ЕГЭ для родителей. Первый раз. В школе у нас на сегодняшний день два претендента на медаль. Именно этих родителей мы сегодня попросили поучаствовать в данной акции. Родители, конечно, сдают не совсем тот ЕГЭ, который будут сдавать школьники, а урезанную версию. Но все основные вопросы в тест включены. Справиться с заданием нужно за 30 минут. Кто мог бы с легкостью поступить в ВУЗ даже спустя годы после школы, а кто уже забыл и жиши, и чаща, останется тайной. Результаты экзамена узнают только сами участники. Им их пришлют по электронной почте.